Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Жители комплекса «Зеленая аллея» ознакомились с концепцией благоустройства Малого Тарачевского пруда. То, что сейчас минимальное благоустройство в виде дорожек, этого недостаточно. Коммунальные службы завершают подготовку к зимнему периоду. Дворники все укомплектованы инвентарем. Это лопаты, это спецодежда, это ледорубы. Как получить скидку на абонемент в фитнес-клуб с помощью тыквы? Один килограмм тыквы при раненск к одному проценту скидки. На встрече с представителями администрации и депутатами Ленинского городского округа жители комплекса «Зеленая аллея» смогли ознакомиться с концепцией благоустройства Малого Тарачевского пруда. О том, какие изменения ждут зону отдыха, узнала наша съемочная группа. Идея благоустройства Малого Тарачевского пруда появилась около пяти лет назад у самых первых жителей комплекса «Зеленая аллея». Здесь видновчане провели не один субботник, чтобы превратить территорию в зону отдыха. То, что сейчас минимальное благоустройство в виде дорожек, этого недостаточно. Очень много жителей, у нас сейчас живет порядка 15 тысяч жителей, и просто физически некуда ходить. Поэтому стали обращения такие, и во время предвыборной кампании стал вопрос о благоустройстве в полноценном этого Тарачевского пруда. Концепция благоустройства территорий включает в себя небольшую смотровую площадку с летним кафе, веранды, зоны для детей и занятий спортом. Пространство вокруг пруда станет удобным местом для прогулок. Помимо привычных пешеходных троп, здесь появятся дорожки на сваях. Основная задача, которая сейчас поставлена проектировщику, предусмотреть полностью, чтобы этой зоной пользовались не только люди, которые имеют все свои способности, но и непосредственно те, которые ограничены в них. В настоящий момент противоположная сторона пруда труднодоступна, однако проект предусматривает ее укрепление и очистку для организации прогулочной зоны. Будет, если и вырубка, то только исключительно санитарная, рассматривать все деревья, которые хорошие, убирать, конечно, их никто не будет, будут обыгрываться вокруг них пешеходные дорожки. В проекте предусмотрено и помещение для проведения в летнее время различных мастер-классов. Зимой оно может быть использовано как раздевалка. Так как Малый Трычевский пруд хорошо промерзает, здесь планируют организовать каток. Проект мне очень понравился. Я надеюсь, что, конечно, то, что нам показали на картинке, оно так и в жизнь воплотится. И мне очень нравится песочница, которая должна здесь располагаться, потому что такая же песочница есть в парке Горького. У меня вообще идея другая. В проекте благоустройства этой территории нужно учесть очистку пруда и запрудить пруд потом карасями. Диалог о развитии общественных пространств между администрацией муниципалитета, депутатами, общественниками и активными жителями продолжится и после встречи. В телеграм-канале парки Ленинского городского округа. Она будет открыта, именно прорабатываться, давать нам предложения, мы будем их обсуждать. В том числе это как раз на ответ на вопрос по зеленым аллеям, есть ли какие-то еще дополнительные разведки. Вот вы будете проявлять инициативу, значит, какие-то замечания, возражения, все будем делать на площадке. До конца года проект благоустройства территории Малого Трычевского пруда должен пройти экспертизу, после чего будет определена стоимость работ. Его реализация намечена на 2021 год. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Пока жители Подмосковья наслаждаются осенними теплыми солнечными деньками, коммунальные службы завершают подготовку к зимнему периоду. Например, сотрудники УК ЖКХ уже отчитались о полной готовности к зиме. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Борисова. Аварийная диспетчерская служба, дворники и кровельщики – вот те, кто ежедневно делает нашу жизнь комфортней и в случае форс-мажора готов прийти на выручку и быстро устранить возникшую проблему. Сейчас главная задача коммунальщиков – подготовиться к зимнему периоду. В МУП УК ЖКХ с ней справились даже досрочно. Техника готова по песко-соляной смеси. 20 тонн уже на складах, то есть мы можем ими воспользоваться в любой момент. В принципе, это наша месячная, как минимум месячная потребность. Всего законтрактовано 75 тонн. То есть, в принципе, на всю зиму мы обеспечены песко-соляной смесью. УК ЖКХ в Ленинском городском округе обслуживает 551 дом с общей площадью более 1,3 млн квадратных метров. Всего под контрольным управляющей компанией трудится около 300 человек. Сто из них – дворники и водители мини-тракторов, задача которых в зимний период – бороться с последствиями непогоды. Дворники все укомплектованы инвентарем. Это лопаты, это спецодежда, это ледорубы. Полностью заготовлена песко-соляная смесь, антигололедные реагенты, техника для уборки придомовой территории. Поэтому готовы, сбоев быть не должно и не будет. Готовы к зиме и аварийно-диспетчерская служба. Зима, конечно, посложнее, это само собой. А это отопление и все последующее. А так готовы. Оборудование есть в наличии. Хорошее оборудование. Николай Солопов в коммунальном хозяйстве работает уже 25 лет. Начинал простым водителем, затем перешел в аварийную службу и сейчас трудится там электриком. О выборе профессии ни разу не пожалел. Интересно. Работа с неселением, скажем так, да, это какой-то свой отпечаток накладывается все-таки, да. Общение, все-таки более такой познавательные моменты есть. И, естественно, каждый раз что-то новое сталкиваешься. Работа с наступлением зимы прибавится и кровельщикам. Это как очистка крыш от снега и наледи, так и локальный ремонт в случае протечек. Реагируем быстро, то есть материал закупается очень быстро и в этом проблем нет. Главное, чтобы погода позволяла ремонтировать кровлю. Коммунальщики заверили, готовы к любым сюрпризам и непогоде и встретят их во всеоружии. Екатерина Борисова, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видно этого. Эпидемиологическая ситуация снова вносит свои коррективы в привычную жизнь. Согласно постановлению губернатора Московской области, все массовые мероприятия до 7 ноября запрещены. Но сотрудники Молоковской библиотеки не отчаиваются. Они запустили несколько онлайн-проектов. Весной этого года у библиотекарей уже был опыт проведения различных мероприятий в сети. Тогда заведующая учреждением Елизавета Коробкина делала онлайн-мастер-классы для детей, авторское кулинарное шоу, экологические и книжные марафоны. Такой формат нашел отклик у пользователей интернета. И просмотры увеличились, и подписчики увеличились. И поэтому мы его решили не прекращать. То есть, когда пандемия закончилась, и мы вернулись в оффлайн-мероприятие, в оффлайн-режим, мы продолжили эти мероприятия, ну, только чуть-чуть подскратили их, конечно. Но все равно их продолжили, потому что людям это очень нравится и очень близко молодежи. Только вот у пандемии были свои планы на дальнейшую творческую деятельность активной молодежи. И Молоковской библиотеке пришлось вернуться к работе исключительно в онлайн-режиме. Сегодня в сети Елизавета реализует два проекта. Мы выигрываем приз за детских симпатий. Я не знаю, кто это. Мы выигрываем приз. Больше их сюда не зовите. Это как ее, ковальчук? Да, не в ту сторону, говорит. Завтра я и ты. То есть, мы певица с вами. Один из них «Угадай», где пара участников по фрагментам песен или фильмов должны сказать, что это за кино или кто исполняет то или иное произведение. Шоу получилось очень веселым. В сети можно найти уже три выпуска. Другой проект – абсолютная новинка. Звонок с вопросом. У меня в гостях находится определенный участник, и ему предложено пять вопросов. И он должен задать эти вопросы не сам, то есть ответить, а позвонить своим контактам телефонов и за 40 секунд объяснить этот вопрос, и, соответственно, контакт должен ответить. Человек не сам выбирает список из своей телефонной книги, а телефон принадлежит на время игры мне. Я изучаю список контактов, и, соответственно, я сама выбираю, кому мы будем звонить. Так, например, в предыдущем, в первом самом выпуске, участница Мария звонила вообще людям, с которыми она давно не общалась. Что вносит особую пикантность в шоу? А может, это? Рандомный номер наберем? Не-не-не-не, это твоя телефонная книга. Виктор Георг. Виктор Георгиевич? Даже не знаю, кто это. Посмотреть сохраненное видео и узнать график выхода новых выпусков онлайн-шоу можно в социальных сетях Молоковской библиотеки, в Инстаграме и ВКонтакте. Главным героем необычной акции, проходящей в фитнес-клубе Pride Club, стала тыква. Для того, чтобы получить скидку на абонемент, достаточно принести этот яркий овощ. И желательно побольше, ведь размер дисконта напрямую зависит от веса тыквы. О всех деталях конкурса расскажет Екатерина Коваленко. Десятки тыкв необычных форм и цветов из совершенно невообразимых размеров. Что же эти овощи в таком количестве делают в городском фитнес-центре? Ответ прост. Тыква – это главный атрибут яркой и необычной акции, которая сейчас действует в фитнес-центре Pride Club. Условия очень просты. Принести этот яркий овощ – да побольше. Вы можете за тыкву получить хорошую внушительную скидку. Как мы видим, у нас самая большая тыква общим весом 98 килограмм. Один килограмм тыквы приравнен к одному проценту скидки. Видновчанин Сергей Верещагин подошел к акции со спортивным азартом. Он узнал об основных сервизионерах Подмосковья и поехал аж в Коломну. Вес его добычи – 98 килограммов. Название сорта богчевой говорит само за себя – «Атлантик-гигант». Это был очень увлекательный день, когда мы поехали за тыквой. Она, правда, заняла почти весь салон универсала. То есть пришлось сложить сиденья, но очень было интересно посмотреть, как они растут. Людей не только со спортивными сумками, но и с тыквами в руках в фитнес-центре немало. На данный момент в урожайной акции уже приняло участие более 30 человек. Кирилл Смагин, давний клиент клуба, смог донести тыкву лишь вдвоем с приятелем. По результатам взвешивания – бронза. Почти 55 килограммов. Несмотря на свой внушительный вес, эта тыква пока занимает всего лишь третье место. Скажите, откуда она? Наш родной Ленинский район. Сами вырастили? У друзей на дачу взял. Кроме того, будет проведен еще дополнительный конкурс с различными номинациями и призами. Ну а что касается дальнейшей судьбы тыкв, то в ближайшее время посетителей фитнес-клуба ждет разнообразное и наверняка вкусное меню. Мы передадим их в наш кафе и будем готовить угощения для наших клиентов. И уже ими делиться, угощать наших посетителей в течение ноября. Акция продлится до конца октября. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.